Наконец-то. Не шути, это вам нет. Ты не шути, потом, когда ты возвращаться будешь. Единственный на весь курс, нет, Платошина еще в понедельник мы увидим, но это золотенько, здесь все равно. Тема моей дипломной работы «Экологический контент по обучению химии». Целью моей дипломной работы является выявить геологические условия организации экологического формирования и развития школьников в процессе изучения химии. Задачами же являются рассмотреть роли местных химии в науке экологии, проанализировать строение биосферы и химические процессы, протекающие в ее компонентах. Актуальность исследования является усиление роли экологического фактора в жизнедеятельности общества, полагая востребованность научных разработок, связанных с более детальной идентификацией природоохранных аспектов, производства и длина хозяйственной деятельности. Экологизация школьного предмета химии. Во-первых, выбор экологического контента должен основываться на плечевых идеях экологического образования. Во-вторых, создание экологических знаний и навыков должно происходить поэтапно. В-третьих, необходим системный подход. То есть, все должно возвращаться в учебный процесс. Это как урок, неурочная деятельность, урок, то есть результаты, полученные в неурочное время. Методы идти решением вопросов безопасности окружающей среды. Получается, большинство исследователей говорят, что нужно создание чистых сооружений. И, несомненно, наиболее важным является повышение экологической грамотности человека, общественного населения. Вот представлены некоторые погружающие решения, которые могут защитить окружающую среду от каких-либо катастроф. Это нужно организовать разработку и производство более эффективного электронного оборудования. Методика организации проведения учебно-исследовательских экологических проектов для изучения химии. Но это тоже можно пропустить. Квалитика ресурсов в Казахстан в области химии – это важнейший фундамент для экологического контента на улоках химии. Как говорил Наршатлан Абюшич Назарбаев, экономический рост сам по себе не может гарантировать благополучие наших граждан. Поэтому в Казахстане, в республике Казахстан, есть такой проект, как «Зеленый мост». Его суть заключается в том, что нужно озеленять экономический стандарт нашей страны. И на уроках можно рассматривать не только большие глобальные какие-либо проблемы, а также проблемы области самой региона и всего такого. Вот, допустим, хотел бы немного отойти, чуть. И помню месяц назад, когда начинался сезон пуха и всего такого, в Казахстане чуть ли не хотели написать петицию о том, чтобы заменить тополи на какие-либо другие деревья, типа березы или ели. Это уже безграмотность населения. Так как тополь выделяет в десятки раз больше кислорода и поглощает углубленицного газа. А люди не знают и думают, что просто так их посадили в СССР, как дурочки какие-то, сидели как экологические проблемы, на уроках неорганической химии. На уроках химии можно заменять темы, ну, не заменять темы, а внедрять в темы какие-либо экологические проблемы. То есть, допустим, это взятое с календарно-тематического планирования. В седьмом классе есть такая тема, как первоначальные химические понятия. На этом уроке можно также провести как методы и способ прочистки веществ. Вот видите, это можно взять уже решение экологических проблем. Также в восьмом классе есть тема вода, раствора, основания. А решение проблемы на этом уроке можно рассмотреть как загрязнение гидросферы, как результат хозяйственной деятельности человека. И так, ну, можно на каждый урок приводить какие-либо экологические проблемы или решения. Дальше. Для реализации используются организация образовательной деятельности, фронтальная работа, индивидуальная, коллективная кейс ситуационной задачи. Дальше. Также для реализации используются экологические и химические эксперименты, разные экологические игры. Выполнение лабораторных и практических работ. Как говорила ныне Карина, что на уроках получается... Точнее, для выполнения лабораторных работ сейчас в школе запрещены прекурсоры по типу серной кислоты, соляной кислоты. Но я вот работал в деревенской школе, там не то, что нет прекурсоров, там вообще нет реактивов. Поддержу. Мы просто... Блин, я не знаю. Разные видеоуроки смотрели, в голове там иллюстрировали, как это можно провести, или приносили из дома разные реактивы. Ну, какие-нибудь там. Биология у нас больше была, а не химия. Так. Методология проведения экологического эксперимента по химии. Ну, поэтому это пропустим. Вот конкретный пример лабораторной работы с экологией, с экологиентированным содержанием. Тема определения физико-химических свойств воды. На уроке мы пройдем два опыта. Первый опыт будет как качественное определение цвета, а второй опыт — определение запаха и вкусов воды. Дальше. И по этим таблицам мы можем определить, что на первой таблице она относится как качественная, окрашивание, то есть вода не должна быть, ну, нормальная питьевая вода, как бы, допустимая, не должна быть больше 20 градусов. Индикаторами являются, ну, светлые, индикаторы цвета, получается, безцветная, безцветная, желтая и интенсивная желтая. Вторая таблица говорит нам о том, как сказать, о допустимой питьевой воде, она не должна быть, допустимая питьевая вода должна быть безцветная, а для использования каких-либо технических, ну, там, в домашних условиях она не должна быть больше 2 баллов, получается, при температуре 200 градусов. После выполнения конкретной лабораторной работы нужно задавать вопросы с проблемным содержанием. Допустим, по этой лабораторной работе можно задать такие вопросы, как что может ученик привести примеры для очистки этих образцов воды. Потом, что может при органолептическом анализе привести пусра, если эти увидеть образцы воды. он не должен написать просто сухой вывод, когда мы писали, в школе, я помню, что сам учился, после лабораторной работы нам не задавались никаких вопросов, а мы писали просто по стандарту вывод, просто цель, цель писать вывод, ну, и все, нормальная церковь. Нужно задавать ответные проблемные вопросы после самой лабораторной работы. Решение задач с психологическим содержанием. Экспериментальные задачи делятся на качественные задачи и количественные задачи. Задачи на уроках, ну, я считаю, что задачи с психологическим содержанием должны быть систематически, а не от случая в случаю. Потому что если от случая в случаю проводить задачи, то никакой фундаментальной грамотности не может быть и лечи. А если проводить систематически, то может что-нибудь уходить в подкорку, и человек может запомнить. И дальше. Бывает. По методике решения экологических задач нужно накопить элементарные знания в природе и использовать принцип от простого к сложному обладать логикой анализа. Для примера я хотел бы привести пару задач с психологическим содержанием. Эти задачи тоже мы можем использовать именно по календарно-технологическому планированию. Допустим, на уроке общая характеристика угроза мы можем использовать эту задачу. А на уроке кислород и озон использовать не эту задачу. И эти задачи нужно делать самостоятельно. Потому что в интернете именно с экологическим содержанием задачи найти проблематично, и эти задачи делать самостоятельно. Использовать разные журналы, телевизионные программы и, конечно, интернет-ресурсов. Дальше. Оценка эффективности использования метода проекта в химико-экологическом образовании. В апреле месяце я проводил в 8 классе ангетирование. Получается, нужно ли на уроках химии проводить экологизацию школьного курса. И по этой таблице конкретно видно, что ученики мы с радостью приемли. Не с радостью, а что это? Им полезно узнавать о экологической ситуации в мире вообще. И получается, повышается интерес к проблемам окружающей среды и химии. Но также после самого ангетирования я задал вопрос конкретно ученикам. Они говорили, что сам предмет химии очень сложен. Но еще если дополнять его экологическим содержанием, то это становится вообще очень запутанно и некорректно. Поэтому целью этого ангетирования было доказать, что уроки химии должны начинаться с 7 класса, а не с... Экологизирования. Да, экологизирования. Должны с 7 класса. Ну, с самого раннего обучения химии. В заключении я бы хотел сказать, что экологизация химического образования представляет собой сложный процесс, включающий включение материала по обучающей среде в содержание химического образования на разных его этапах и на различных формах работы. Спасибо. Скажите, вы сами сказали... Можно я? Конечно. Вы сами сказали, что вы писали и так, что полотирно, вам было цель работы и, соответственно, вы писали сами так, выводы. Ну, а как ваш ребенок в 8 классе поймет, что какое-то слово органолептическое там что-то должен писать? Вот он догадается, вы ему поймите, он будет знать то, что вы ему дадите. Вы ему это даете, что вы ему дадите, что он должен написать? Ну, органолептические анализы, можно это заменить словами. Это же просто... Ну, как сказать, органолептические анализы, могу сказать, что вы видите при виде, допустим, вот этой воды, что вы... Смоделируем ситуацию. Вот вы провели лабораторный опыт. Можно там, где желтая цвета, и так далее. Вот вы ваши ученики. Вы нам дали воду, да? Где будут печать? А, 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 у меня вот не желтая, желтоватая. У меня там, опять же, светло-желтая. Вот. Вот это. И вот здесь вопросы, смотрите, вот что такое цветность? Я вот, вот я ваш ученик. Я вижу, что-то у меня желтенькое. Я задаю вопрос. Это у меня бледно-желтая? Или это у меня бледно-желтоватая? Это у меня бледно-желтая? Или дальше желтая? Или, если я смотрю сверху, это светло-желтая, или желтоватая, или желтая? Или интенсивно-желтая? А что такое цвет в градусах написания? Зачем? Это что такое? Что такое 500 градусов? Что это такое? Что такое 10? 20 что это то что им не нужно человек использовали цветность градусов восстановиться это нужно новый они рассмотрели вот объяснить вот я еще раз вас чили я сейчас не пойму 1 2 5 6 7 в чем разница желтый желтоватый я увидел иногда даже когда холиды и когда я не дыбране проверяет иногда это дети не поймут это желтый желтоватый цвет здесь конкретно вода когда чуть желтенькая но это же не прям желтый интенсивно вода я так понимаю светло желтого желтого в чем разница вот что он здесь делать он ничего не сделать это работа вообще не понятно что написать слабо желтого желтоватое интенсивно уже написано уже написано вы сказали что вы провели вы сказали что вы провели и ваш ребенок должен сделать вывод какой он сделать вывод потому что вы им дали это детям понимаете вот я не пойму честно запах он что у вас запах ощущал вы давали нюхать что-то тоже не поверить что вы специально там что-то набирали я не знаю откуда какую-то жижу и добавляли воду и что он тоже там по второй традиции и сказать вы же я задаю вопрос потому что вы нам предоставили это есть у вас работе это есть ваше выступление я задаю вопрос и только поэтому что вы сказали что вы это привели вы сказали что вы дали это детям понимаете вот тебе стоит вопрос как вот я вот 5 6 7 как я разлечу там первый вопрос и второй вопрос запахом как у него запах вот это стаканчик вот это махали и понимали что там заметные отчетливые вот опять же разница заметно отчетливые есть какая-то шкала вообще у нас в сельской местности есть разные очень проблем нет я понимаю хороший вопрос задан и ты сейчас в тупике поэтому тебе нужно решить эту проблему допустим вот наш вот свету ты можешь шалу цветности показать как на индикаторе ее можно предоставить и тогда уже будет понятно вот это вот очень а это не очень это едва а это сильно то есть если у вас там большой класс ну ладно деревенская не деревенская у вас просто 20 человек и сейчас каждый начнет кричать вот каждый это тем более 8 класса еще маленькие дети а у меня желтая или желтовая а у меня бледно-желтая светло-желтая ну даже 7 все равно это же будет галт какой-то и он будет туда-сюда бегать от парты к парты и говорить да давайте и то он будет придумывать это если он сам не знает какая это вода ну то есть здесь должна быть шкала цветности цвета а в градусах ну скажем так это уже приобщение ну почему бы нет почему в общем узнали готовность я уже ученик я не понимаю что такое 10 градусов что такое 100 градусов ну они просто как на индикаторе можно поставить что вот допустим очень слабый ну слабый золотоватый и рядом просто в градусах допустим светлый градусах еще раз 5 6 7 пункт 40 80 150 в чем разница 40 80 и 150 в чем я разницу вижу большую почти в четыре раза 40 и 150 почти в в чем разница но есть определенные стандарты наверно да по ну вот я примерно не поймёт этот стандарт просто смотря на стакан с водой сбоку и сверху здесь просто можно фраза бездневность ну раз этого есть какой-то там сможет можно модельные свидетелей сделать самому ввести применением акварели показать этот ряд и тогда уже смоделированные или взятые реальные источники они идентифицируют вот они два образца и это лимовского прибора лимовского по почвам они тоже не делали они это все видели через дистанционную и тогда это идентифицируется так здесь цвет не подходит здесь а вот здесь он ложится аналогично и тогда да а разбег в градусах он связан со степенью ну наверно угрозы и рисков по состоянию воды поэтому вот такой разбег по шкале а под цветом вот это то есть вот эти моменты моделирования они должны очень серьезно осуществлять хорошие на психологическое зрение это даже пиза вот это исследование пиза на стиле подростков здесь как раз начинает свою грамотность и довольно-таки хорошие узнаете ли выискаете задания но они хорошие и школьный придумывал но недостаточно много потому что я допустим ожидала что у него это будет хотя бы микрозводник он будет же когда-то да потому что он должен быть у тебя если профессионально состояться ты должен давать какой-то продукт или что-то начинать с нуля стартовать или развивать то что у тебя есть допустим мне как руководителю не понравилось как он не показал систему которая у него по средствам потому что он берет не всю панораму школьных возможностей там же есть еще и внеурочная деятельность он берет в рамках урока это лабораторные практические это проблемные там задания это задачи с экологическим содержанием которые ты развиваешь второй год но вот дуальность у нас в этом году и у него перегрузка идет колоссальная потому что все таки совмещать обучение работать в школе сложно работа в школе это не только 40 минут урока умножить на несколько кратно у меня у взрослого человека подготовка к уроку занимает несколько часов поэтому моя нагрузка и моя реальная рабочая занятость это вещи совершенно разные у нас почему-то этот рейтинг сейчас почему об этом никто не говорит 1700 часов вот ставка допустим 1700 часов реально мне оплачивают но это как бы вещи банальные и вы тоже будете в этой среде вы же придете за зарплатой в том числе да помимо того что я добрая и личная у нас сколько это 750 часов да ставка 750 то есть я тысячу часов должна набрать так 10 часов это семинар допустим какой-то 80 часов это публикация какая-то ну значимая ну и так далее вы понимаете на тысячу часов я должна это набрать а оплатят мне исключительно конкретно часы которые вот 40 минут пара или сколько у нас 50 минут пара вот это оплачиваем начальник подготовка еще там что-то это не оплачивается но при этом 1700 часов нужно набрать вот ну это вот потому что систематизация вот более четкая но у него представление есть но видите он у нас царь да смотрите что с вами такой совет у вас здесь вообще шикарнейшее приложение а вы получается показали все то что слабенькое у вас а то что сильненькое ну и задачи там хорошие а вот это у вас сидит здесь такая ну это никто не услышал да но приложение а здесь расфикация основных глобальных экологических проблем у вас сидит да соответственно и здесь вот все расписали и истощение природных ресурсов и потери биологического разнообразия и загрязнение гидросферы разрушение азонного и парникового эффекта и атмосферы и мировой океан то есть вы здесь много начинаете а вот от трансляции в типовой учебной план и соответственно вот понимаете или разработаете эректив тогда по вот этим всем разделам сделать эректив видите вы сами выделили вы сами выделили что я пришел к такому выводу сейчас 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 вот но я сделал значимый вывод значимый вывод для моей дальнейшей работы эти задачи должны создавать самостоятельно используя материалы журнала дозит лизерных программ данные местных медицинских и пилеологических станций предельных процентраций и так далее то есть вы сами все это сделать делаете и вывод соответственно понимаете вам теперь это нужно соединить вот то что вот эта таблица у вас очень хорошая вы все здесь представляете и вот то что вы написали что вот ваш ребенок он должен вот с этим вот это должен сделать с дезаптическими средствами он сам найдет вы обозначили парниковый эффект они все это сами информацию очень интересно если есть какая-то проблема человек не хватает просить делать детей видео они вот эти вот эти экологические проблемы они снимают это видео на раз-два с пластиковым они сами сценарий все сами сделают вы только обозначили вот неделя вот за неделю вам нужно там ролик максимум 3 минуты чтобы вы сняли там 2-3 минуты и они вам придумают и соответственно вот эта каждая проблема в avell of вас возникает их множество а не видел потому что они это видео снимут почему потому что они изучат то что в сказать пропадировки они изучат они потом снимут они показали они максимал добавятся они а потом вы просто потом эти вроде вот молодцы они вот на этом все сонтили ребят вот на этом нужно сомнетции лат Totally именно вот это точно нужно использовать в любом он понимаем И все. И получается, и они заняты, и они самостоятельно изучили, как вы сказали, через то, через то, через то. Плюс они поработали, это им за мимо интересно. Там по два, по три человека их объединили, они вам сделали. И вот так на каждый урок вы можете это сделать. Вообще, ну так хорошо. Нет, у вас прям здесь вот нормально, а даете то, что не нормально. Да, мне тоже презентация не понравилась. Но я им сказала, что есть, смотрите, логичный кейс. Плюс у него там амкета хорошая, по теме логичных, я знаю, что он ее проводил, но результаты не предстояло. Но она и позже проводилась, чем антиплогиат. Но я хочу сказать, у него курсовая работа была, он там не выбирал руководителя, это я была по дисциплине логич. И у него вот группа подтвердит как раз задачи с логическим сетерпионом. Там он работал тогда, ну тогда не было у тебя на грузке в школе, ты тогда наработал все-таки какой-то блок. Включать его сюда нельзя, потому что антиплогиат, понимаете. А так у него в принципе работа такая сбивается. Ну молодец, работая в школе, все строится, что-то, все, да. Оно придет с годами, вы поймете, вы лет через десять уже будете ассом в своем деле, если оставите в школе, как говорится. Просто вы всегда думаете... Ну в школе он обязан остаться, в школе должны быть мужчины в конце концов. Вообще ваши дети должны быть умнее, чем вы. Если они будут более успешны, чем вы, значит вы не зря сидите на своем месте. А если они так будут обвыкавы... Ну нам сколько говорили даже на собрании получается, чтобы мы в первых четвертях болели, ну ученикам ставили плохие, ну так себе баллы. А к концу года, чтобы мы ставили гусю баллы. Тогда будет видно, что наша работа показывает... Я начинал всегда с того, когда я начинал класс, когда он у меня, я всегда говорил, мне все равно, какие оценки у вас на других предметах. Потому что ко мне приходили иногда, мой директор говорит, о, мне надо тебе пить на руку, я говорю, ну пойдемте сейчас, у меня сейчас урок. То есть я никогда не готовлюсь к открытым урокам. Я как иду, так иду, пойдемте, мы сейчас зайдем, вы посмотрите. И вот они приходят, они говорят, как он работает. То есть человек, который на других предметах 2-3 имеет, а тут у него твердая четверка по химии. То есть, ну, до пятерки дадим, но твердой четверкой. Ну, то есть, понимаете, я дителю всегда говорю, мне все равно, какая у тебя оценка на другом предмете. Вот здесь ты работаешь, получаешь, у тебя будет там везде пятерка, но если здесь ты на тройку тянешь, тебе нужно пахать, чтобы ты имел пятерку, знаешь, ты будешь работать на эту, если ты хочешь. А вот это то, что, да, это тенденция хуже, а кто знает, сейчас ты хуже похоронила твоего ребенка, и ему потом скажут, да нах, нет твоего ребенка, я вообще не буду. Ну, оно же так и бывает обычно, они любят дисциплину. Вы не слушайте, но все равно, в любом случае, как бы, да, администрацию послушайте, но если ребенок у вас нормально тянет, то зачем его? Вы сами должны понять, что ребенка должен привлечь в хох. Он должен хотеть учиться у вас, бежать вам на урок. Те же олимпиадники не в четверг, не в четверг в 16-м 0-5 по расписанию, а вот он на каждый переменник вам должен приходить, и вас доканут, французы-то будут висеть, может быть, по-русски, да, но это хорошо, когда такие дети есть, которые не будут приходить. Чем больше задают вопросы дети на уроке, это лучше намного. Чем, у меня в такой практике, то есть есть вообще отличники, там, круглые отличники, ее не идем вопросами, долгой, 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 долгой. А кто похуже, они промолчали, вы все, скорее бы звонок, и все, и не звонили. То есть, понимаете, то есть чем больше вопросов, а чем больше вопросов когда будет, когда вы будете ставить какую-то проблему, которая не решается вот сейчас за 2 минуты, да, то есть он пойдет, подумает, придет и потом скажет, а я вот так подумал, а вот это можно так и так далее, и все. Чем больше вопросов вам будет, это вы тогда должны понять, что вы работаете так, как надо, у вас очень много вопросов. А если просто звонок-звонок, до свидания, и все, до следующего урока, это плохо. Урал, претензия, речь не академического стиля. Это все понятно, что ты свободно держишься, владеешь, стараешься владеть собой, но при этом такой сленг распальзывает. Я не могу уже отказаться, у меня все. Самого раннего детства у меня такое, я не смогу этого отказаться. Да сможет, сможет. Ты обязан отказаться от него, потому что учитель, ну, все-таки носитель определенной культуры, это академическая среда. Ты не спой, пожалуйста, вот это я, видите, жевать разные вещи. Да, возьми на вооружение. Пошел, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.